Сколько у нас хозяйств в Ветховском районе? Образуется интеграционная структура на базе агрокомплекта. Туда входят два хозяйства. Сейчас они будут отдельными юридическими лицами. Идет восстановление комплексов молочных товарных. А что у нас в Гомельской области нет комплексов молочных товарных? Есть 250. Они полностью укомплектованы? Нет. Новые. Вы все комплексы укомплектовали? Ну так это же главная задача. Но я вот еще раз хочу сказать, что на конец каких-то вот этих 10 фирм, которые он 1 ноября собирается сдать, он уже понимает, где будет брать скот на эти фирмы. Здесь он понимает, а там нет. И там он занимается системно. Если мы не поставим скот в технологические помещения, в комплексы молочных товарных, это главное. Ясно птицеводство, свиноводство. Там без комплексов никуда. Это уже всем понятно. Но еще надо и корову поставить в технологические помещения, где доится корова будет не вручную, не молокопровод, а будет доится как в комплексе прямо в доильном зале. Не поставим никакого молока и качества не будет. Второй вопрос. Ну построили. Сколько телепатцев будем покомплектовать? Это по всей стране проблема. Даже в Гродненской области, не говоря уже про него. Поэтому надо укомплектовывать комплексы. Мы же деньги затратили. Надо просто дисциплина, чтобы каждый руководитель, я же работал, знаю. Если мне надо, чтобы здесь 200 голов стояло, я отбираю телочек, где-то отдельно их выращиваю, отдельные рационы и прочее, чтобы хорошая корова была. Мы так и сделали. Проходится чистка канала, полторных работ. Идет промывка гидросистемы, разравнивание и разравнивание самогрум. Дальше расчищаем кусты и готовим культивацию. И это поле будет подготовлено, эта вся сторона будет засеяна однолетними, а под них подсеяны многолетние травы. И фактически поле заработает. Значит, я пока мелиорации не вижу. Пока больше разговоров с твоей стороны, чем мелиорации. Надо мгновенно работать, чтобы спасти то, что можно спасти. Я не о восстановлении, я не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление – это от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное – это очень медленно идем, очень медленно. Надо ускоряться. Сегодня эта копейка вырвали тремя пальцами, а завтра ее может не быть. И под ответственность руководителей. Мы вот сейчас деньги здесь вложим, через пять лет опять будем ковыряться. За это же надо отвечать. Ты должен за этими каналами следить, за дамбами, регулировать водный режим. За всем надо следить. Поэтому под роспись каждому руководителю вот твои поля, ты за них отвечаешь. Прифермские, приусадебные участки, вот эти приканальные участки полей. Поэтому ты подумай, чтобы мы, вложив деньги, наши дети потом снова не заворачивали эту работу. Ясно. Железная должна быть дисциплина. Кто этого не понимает? Кого тут надо учить? Вам сейчас вот сделают игрушку и сдадут это поле. Вот вам, Натя, хорошее поле, высевайте культуры. Через три года не узнаем поле. Почему? Потому что никто за вот этими каналами, за системами мелиоративными, никто не следит. Вот он говорит, промывку каналов сейчас обеспечиваем. А кто мешал это делать постоянно? Кто мешал обкашивать эти каналы? Почему вымочки эти не распахивали постоянно? Поддерживать надо в нормальном состоянии эту всю систему. Это созданная на 160 гектарах новая система. Это золотые земли. Ты знаешь, на 120 тысяч увеличили весенний сев. Немного увеличили сахарную свеклу, 5 миллионов у нас стоит. Увеличили кукурузу на силу, на 78 тысяч, 12 на кукурузу. 78 хозяй сейчас у нас осталось, которые перебрасывают корма, поэтому акцентировали внимание на Могилеве, на Гомеле и на Минской области. Добавили сюда. Сев азимов в культуру увеличен на 20 тысяч, но все за счет азимового рапса. Подкормку успели, первый провели срок. Вторая подкормка сейчас идет, Александр Георгиевич. Если вы не подкормите минеральными удобрениями в этом году, то я уже не знаю, что вам тогда надо. Удобрения хватает. Берите, вносите под запашку калий, фосфор при посеве, подкармливайте азотом. Основная технологическая дисциплина, которую мы делаем. Какие проблемы в животноводстве? Животноводство, Александр Георгиевич, скажу кратко. Значит, допустим, по восстановлению поголовья, то, что вы давали прямое поручение. Мы будем все это доукомплектовывать. Мы однозначно... Когда? Мы поставили, честно говоря, срок, что касается... Не поставили. Когда вы укомплектуете? У вас должны быть расчеты полные. Александр Георгиевич, по первому полугодию мы все закроем. Минус закроем весь. Наши спиняйте сами на себя, если только вы новые комплексы и реконструированные не заполните. Сколько у тебя пунктов по восстановлению техники в области? Восемнадцать. В каждом районе даем на подрядик. В сельхозтехнике? В районах районах. Основную сложную мы на пяти предприятиях делаем. Очень правильно. В агросервисе, у которых есть оборудование, есть квалифицированные кадры. Мы еще сотрудничаем с трассерным заводом, с Гомхимашем, где у нас есть квалификация и у нас получается. Менее сложные машины мы делаем на наших районах. То есть культиватор ты делаешь, это восстановлено? Да, это все восстановлено. Вот этот культиватор ты взял из-под забора, грубо говоря, в колхозе, привез в райсельхозтехнику, районах сервис, восстановил, она как новая. Да. Но мы поставили... Эту технику, более сложную, селку, ты восстанавливаешь. Или сам, или это тоже у нас спецточка, у нас пять спецточек таких, Светлогорск, у меня Мозыр и облагосервис. Вот на этих мы сложные. Значит, речь идет о том, что в хозяйствах трактор, прицепная техника отработали пять, семь, десять лет, списали или под забор бросили. Прошло десять лет, по бухгалтерии списали шитокрыто. Мы приняли решение из-под забора все достать, из двух сделать одну, если получается, а где-то, если не совсем разобрали, восстановить за счет запчастей комплектующих и дать новую жизнь этой технике. Красавица. Да, это мы... Красавица. Эти мы занимаемся. Так это что, мне вам надо было это рассказывать? Это же вы мне должны были вместе с Зайцем прийти и сказать, слушай, президент, мы же расточительно используем. Так пока я его не жеманул в правительстве, что комбайн Гомсельмаша должен работать минимум пятнадцать лет, он может работать. Почему участника работает пятнадцать лет, а в конхозе десять лет списываем. Как же списываем? Это же дорогущая техника. Или трактор МТЗ. Вы знаете, восемь лет трактор работает, его уже пора списывать. Вы что, с ума сошли? Я в Америке был МТЗ пятьдесят, почти тридцать пять лет. Этот фермер гладит этот трактор, я много раз рассказывал, золотой трактор, а у нас восемь лет работает. Почему? Относимся расхлябанно к технике, не бережем ее, а это самые деньги. Поэтому было принято решение, все старье восстановить. Где-то из двух одна пока получится. Но если вы заставите руководителя отвечать за это, ну ладно, рама лопнула где-то, основная несущая. Ну серьезная поломка. Ну понятно, поможем, восстановим. Но ты не имеешь права без, я помню, работал в сельском хозяйстве, я не мог списать технику, пока мне управление сельское хозяйство райисполком не разрешит. Я не мог вывести из состава стада, корову не мог списать. А сейчас рынок, полная расхлябанность. Вот и получили в Гомельской области рынок. Поэтому молодцы, правильно, сложную технику. Сам восстанавливаешь у себя, один центр, два может быть, да и Гомсельмаш должен помогать, тоже там центр. Он же на твоей территории. Вот это сложная техника, МТЗ, комбайн и прочее. Сейлка, менее сложная, ты определил пять пунктов. А остальное вот это, почему, обрабатываю, в районах, 18 районов. Система налажена правильно, и этим путем надо идти. Но, ты знаешь, что такое руководитель? Если он будет расхлябанным, ты всю жизнь будешь телепаться вот так. Каждого руководителя, а у нас же руководители как? Да мне пофиг, я завтра пойду, у меня же там уже где-то структурка готовая, которая его подкармливает сейчас. Да почти всех. Я это знаю, вот он вам может рассказать. Я сейчас кину это ваше хозяйство, вы увольняйте меня. Если он так сказал, вы его увольняете и сразу лопатут. Без вашего ведома этот руководитель не должен где-то трудоустроиться. Такая система была поручена администрации ее выработать. Без губернатора, ни один предрайсполкома, ни один кадр, как ты, уровня, не должен даже шевельнуться куда-то. Железная диктатура кадровая. Шевельнулся, иди, но тебя никто не возьмет на работу. У руководителя хозяйства, механизаторы, доярки и прочее, они должны бегом на работу бежать, как было раньше. Я помню, мать моя работала в колхозе, они поросят, почти у каждого шлиноферма была. Там не было такой гибели. Телят берегли, чтоб теленок умер или погиб. Слушай, ну это весь колхоз знал. Сколько можно говорить об этом? Наступает железная диктатура. Засиделись в Минске, в Гродно проводим совещание. Полный отрыв правительства от губернаторов. Чем занимаются? Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать, как воюют они на юге. Выработана, до всех доведена, но есть свои сдержки. Мне нужны нормативно-правовые акты, чтоб люди понимали, это в законе. Всего, говорят, кадров не хватает. Всего у нас хватает, у нас не хватает дисциплины. Главный вопрос, чтоб стоимость восстановленной была 55% от новой. Это будет здорово, если ты ограничил это. У нас все получилось, она продается хорошо. Как только больше цена, 70-80%, покупают новую, не берут со вторичного рынка. Это хорошо, правильно? Если эта старая техника восстановленная будет близко по цене к новой, так я куплю лучше новую, чем старую. И даем год гарантии. Правильно, это хорошо. Система выстроена. Теперь этой системой надо двигаться. Ты сеешь кукурузу. Да, шли. Толя подготовлена. Подготовлена. Это просто ты показываешь тепло. До фишки она посеяна, кукуруза посеяна, и дальше пойдет сев. Мы уедем, пойдет сев. Единственное, на что хочу обратить внимание, мы для закрытия влаги и подготовки почвы выпустили 10-метровый культиватор. Но посмотрели, что 30-ка тяжелый трактор, плуги, селки, и выпустили в этом году 6-метровый культиватор для закрытия влаги. Отработали, и в следующем году мы обеспечим каждое хозяйство в своей области. Хотел на что обратить внимание, товарищ президент. Плуг глубокорыхлитель. Вот про вымочки, которые вы темы обозначили. В прошлом году изучили рынок белорусский. С гидравликом стоит 90. У тебя гусеница там? Да, там гусеница. Ну вот. В каждом хозяйстве должен быть гусеничный трактор. Сейчас мы отработали в течение месяца на Мозырском 200-сильный трактор. И он пошел с этим блоком. И вот задача для нас стоит выпустить в каждое хозяйство. Не понял, в Мозыре этот трактор делается? Да. Ну надо пробовать это делать сами. Мы отработали. На следующий год задача 21 трактор в каждый район. И глубокорыхлитель максимально в каждое хозяйство. А какой двигатель здесь стоит? Здесь 260. 260? 260, да. 216 лошадино-сильный трактор. И все, этот тяжелый тридцаток. Не надо будет отвлекать ему, он не спокойно отдельно работает. Мы попробовали на самых минских местах, на том поле. Проходит полностью все. Не проваливается. Сразу вода уходит. Конечно, сверху вода уйдет. Да вообще хозяйство. Все, это даст свой эффект серьезный. Особенно вот с этими выночками.